Как избежать незаконной и скрытой агитации за политические партии и сделать так, чтобы все три дня выборов в Государственную Думу и Региональный Парламент прошли открыто и честно? Все это на повестке круглого стола старые и новые риски нарушений избирательного законодательства в ходе выборов 2021 года в рамках работы Общественного штаба наблюдения за выборами. Не допускать незаконной агитации ни по срокам проведения этой агитации, ни по способу, по методам раздаривания подарков свыше суммы, предусмотренной законодательством. Наша цель, конечно, разъяснять населению, что не возникает никаких обязанностей за полученный подарок. Коснулся вопрос и административного давления. Никто не может препятствовать политической свободе граждан, а под спорьем для этого выступят избирательные комиссии и суды. Нужно только соблюсти политическую этику, законодательство и запастись доказательной базой. Кроме того, впервые в истории мировой практики онлайн-трансляция процесса выборов продлится в течение всех трех дней голосования. Для этого задействуют более 100 тысяч камер. Это в два с половиной раза больше, чем на предыдущих выборах. Трансляция будет осуществляться на служебном портале. Доступ к нему будут иметь все участники политического процесса. Сама же запись с камер видеонаблюдения будет храниться в течение одного года. Я думаю, что предпринятые меры Центральной избирательной комиссии по введению и в этот раз видеонаблюдения – это положительная мера. Она имеет под собой, прежде всего, предупредительную функцию. И наличие камер дисциплинирует всех участников избирательных отношений. Но самое главное – это профессионально подготовленные наблюдатели. К настоящему моменту штабам обучены свыше пяти тысяч человек, которые будут осуществлять наблюдения на избирательных участках в ходе выборов. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член Общественной палаты региона Галина Николаева. Со председателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами Общественной палаты Виктор Полянский. А также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 15 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События.